3 месяца звезда проходила лечение от глиобластомы в онкологическом отделении одной из столичных клиник. Накануне стало известно, что Анастасию Заворотнюк уже выписали домой с положительной динамикой. По словам лечащих врачей Насти, диагностированная у нее опухоль не смертельна. 49-летняя звезда моей прекрасной няни уже пережила 2 операции, несколько курсов химиотерапии, и все это дало хороший результат. Правда, о полном выздоровлении пока говорить слишком рано. Медики опасаются рецидива. Я не являюсь лечащим врачом Заворотнюк, но мои коллеги рассказывают о своей звездной пациентке. Актриса наблюдается в центральной клинической больнице, хотя лежит она не в основной клинике в Москве, а в филиале, в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой, хорошую новость подтвердил один из сотрудников медучреждения. Я не являюсь лечащим врачом Заворотнюк, но мои коллеги рассказывают о своей звездной пациентке. Актриса наблюдается в центральной клинической больнице, хотя лежит она не в основной клинике в Москве, а в филиале, в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой, хорошую новость подтвердил один из сотрудников медучреждения. Для лечения актрисы были подобраны современные препараты, блокирующие рост злокачественных клеток. Так что теперь у любимицы публики есть все шансы на излечение или длительную ремиссию. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Лекарство называется Кейтруда, это таблетки, противоопухолевое средство, продолжил специалист. Серьезное заболевание негативно отразилось на внешности артистки. Во время терапии она была вынуждена принимать гормональные препараты, что способствовало набору веса. Сейчас, по словам доктора, Заворотнюк возвращается в прежнюю форму и уже ходит сама. Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но потом отросли снова. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше, заключил он. К слову, Анастасии повезло, ведь глиобластома подается лечению лишь в 5% случаев. Поклонники актрисы надеются, что ее пример станет тем самым чудом, на которое они так надеются.